В областном молодежном центре «Химик» прошел второй слет патриотических клубов и объединений Умской области «Защита Отечества. Дело молодых». Особое внимание привлекает экспозиция «Дорогами войны», организованная тарскими ребятами. За последние пять лет они объехали 12 регионов России. Даже спустя более 60 лет им удается найти пропавших без вести солдат на Второй мировой войне. В этом году проехали по маршруту Волгоградская область – Туапсе. Москва. В столице президент России наградил кадетов медалью как лучший поисковый отряд России. Ежегодно ребята выигрывают гранты. Ежегодно мы помогаем ветеранам, ухаживаем за могилами, за братскими захоронениями. И наша сегодня выставка говорит о том, чем мы занимаемся. Слет патриотических отрядов проводится второй год подряд. Здесь собрались руководители и воспитанники патриотических организаций Умской области. Всего 19 клубов и объединений из муниципальных районов региона и города Омска. Учредителем и организатором выступает Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Количество участников с летом у нас по сравнению с прошлым увеличилось ровно в два раза. Это большой плюс. Количество, значит, непосредственно самих клубов, они все практически новые. От того состава, который был, 30% осталось. Все остальные, как бы, это достаточно молодые, новые кадры. На выставке любой желающий мог попробовать себя в гончарном деле. Процесс очень трудоемкий. Маргарита Каспер недавно в подмастерьях говорит, чтобы слепить дельную вещицу, глину нужно отцентровать. Это 80% успеха. Молодежь, она растет. Очень важно, кто будет дальше заменять взрослое поколение. То есть будет лучше намного, если люди, как молодежь осознанная, традиции будет чтить. По итогам слета будет издан информационный сборник о деятельности патриотических клубов Омской области, куда будут включены их методические разработки. В течение недели соберут материалы и отдадут издание на выпуск.